И это пианист и композитор Глеб Калядин. Здравствуйте, Глеб. Доброй ночи. Спасибо, что несмотря на это время суток вы у нас вместе с инструментом. И, конечно, я вас попрошу немного поиграть, потому что у Глеба выходит сольная пластинка. Вообще он нам известен как участник проекта I'm the Morning, или группы I'm the Morning, получившей в 2016 году престижную британскую премию Prog Rock. И эта группа играет совсем не в том формате, в котором сейчас будет играть Глеб. Но мне кажется очень важным, чтобы вы с ним познакомились. Мы начинаем с музыки, а после этого поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok продолжать, но дальше все равно все как-то стало продолжаться и стало только интереснее, поэтому сейчас вообще очень сложно представить, чем бы я еще мог заниматься, кроме вот этого дела. Но вы по консерваторскому образованию пианист? Пианист, да. Не композитор? Нет. А как вы начали писать? Просто стало интересно что-то пробовать сначала, может быть, подбирать какие-то мелодии, там лет в 10, вот потом были какие-то самые первые сочинения, очень простенькие. Вот. Ну и как-то это увлечение, оно продолжилось и в взрослом возрасте, и где-то, наверное, последние лет 8 я веду музыкальный дневник, там очень много треков, это все делаю каждую ночь, просто вместо названия датами, и постепенно скапливается очень много материал, который я потом использую либо для проекта I'm the Morning, либо для каких-то других проектов. В общем, музыки очень много. И вот, собственно, часть вот этой музыки она вылилась вот именно в сольный альбом, который вышел. Но концерт у вас будет прямо сольный фортепианный концерт? Да. Это будет сольный фортепианный концерт, то есть это будет просто рояль стоять, но также это все будет дополнено медиа-артом в исполнении Ольги Иониной Михаиловича Луканова, основанных на абстрактных работах Арсения Блинова. Это очень интересный художник, вот, и мне очень как-то близко его видение мира. Да, да. Поэтому это все сложится в некий такой особый какой-то вечер, не только музыкальный, но и визуальный тоже. Но нам нужно как-то объяснить зрителю, потому что зритель любит классифицировать все. Вот как вы сами определяете, вы играете какую музыку? Это нео-классика или что это? Или прог-рок? Ну прог-рок это все-таки другое совершенно, это другая ваша ипоста. Ну скажем, вот в таком варианте, конечно, это очень сложно называть прог-роком, потому что это одно фортепиано еще звучит, причем еще и не настоящая. Вот. А то, что... Фейк-рок тогда можно? Да, ну фейк-рок нет, ну как бы так тоже, это уже слишком грубо. Но то, что звучит на диске, там, конечно, действительно это можно характеризовать как прог-рок, потому что там очень много приглашенных музыкантов британских, которые, во-первых, они играют просто прог-рок музыку, там барабанщик из King Crimson, там музыканты группы Стивена Уилсон, это те люди, которые, они, собственно, специализируются на вот этом жанре. Вот. Но я постарался в музыкальном плане сделать некоторый микс из того, что мне просто нравится. То есть это не только прог, это, во-первых, естественно, академическая музыка, да, это немножко джазовые музыки, там есть немножко даже какие-то электронные вкрапления. Вот. Ну вот вы так говорите, ну там есть музыканты из King Crimson, то есть для, ну, мне кажется, там 90% слушателей, любителей рок-музыки, ну там музыканты из King Crimson так не говорят, говорят, ой, это музыканты из King Crimson. Как это получилось? Как вы с ними сошлись? Я просто написал письмо, не хотите ли вы сыграть вот такую музыку, прислал черновики. Вы сейчас не шутите? Нет, я не шучу, и мы переписывались по электронной почте, я просто всем отослал письма, всем музыкантам. То есть вы сели, взяли там, Тезаурус-групп, которые вы любите, нашли, кто еще жив из этих артистов? Ну я не то чтобы делал это как-то специально, нарочито, прицельно, чтобы вот именно этот человек у меня обязательно был ради какой-то, может быть, рекламы и так далее. Нет, то есть я просто искал тех музыкантов, которые мне искренне нравятся, вот, потом их спрашивал, и как-то так вышло, что все внезапно согласились. И никто не потребовал от вас миллиардов? Миллиардов нет. Какая-то удивительная история совершенно, Глеб, вы сейчас нам рассказываете. Но я, нам надо заканчивать уже этот разговор, но я не могу вас не спросить о группе «Амдэ Моринг», потому что изначально Глеб, как я о нем узнал, получил премию вместе с коллективом «Амдэ Моринг», который на самом деле дуэт, премию, которая называется «Prog Rock Awards», которую выручают ежегодно в жанре прогрессивного рока, в Британии выдают премии, и Иэн Андерсон, тот самый, который поет «Owner of a Lonely Hut» в группе «Yes», ну меломаны меня поймут, и он вручал Глебу и его коллеге по дуэту, вручал вот эту премию. И потом Алек Кан, мой коллега с BBC, интервьюировал вас, и оттуда-то мы знаем про «Амдэ Моринг». Все правда, я рассказал, так и было? Можно так сказать, да. А как вы получили британскую премию, при том, что, видимо, там вы хорошо знакомы аудитории? Это тоже еще одна удивительная история, потому что мы записывали, у нас вообще всего три диска на данном этапе, и первый альбом мы записывали здесь, в Питере, а второй альбом мы записывали в Лондоне, потому что нам написал звукорежиссер Тори Эймос, который послушал первый альбом и пригласил на запись следующего в Лондон. И мы несколько назад... То есть звукорежиссер Тори Эймос послушал ваш альбом и сказал, ребята, приезжайте. Да. Хорошо. Поэтому мы организовали краудфандинг несколько лет назад, собрали средства, поехали в Лондон, записали основные инструменты, там познакомились лично с лейблом, который, собственно, там у нас теперь издает. Который вас выпускает теперь, да. Да, и таким образом произошла очень серьезная завязка именно с Пеликобританией, и вообще вот с тем пластом культурным, который происходит вот там. Мне кажется, что все, что нам остается сейчас сделать, это напомнить вам, что 18 марта у Глеба сольный концерт, и вам нужно занести это имя в свои телефоны. Не знаю, есть у вас там список? Музыка, которую надо послушать? Если есть, Глеб Калядин, напишите, пожалуйста, и I'm the morning. Пожалуйста, мы заканчиваем на этом программу, но, Глеб, я очень вас попрошу еще немного для нас. Конечно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!